Сегодня тема доклада «Как анализировать энкуды?». Я думаю, каждый сталкивался с такой ситуацией, что поправил какой-нибудь хедер, и полпроекта перекомпилируется, потому что где-то там кто-то решил подключить какой-то хедер, который не нужен. Ну и это также помогает оптимизировать скорость компиляции, потому что чем больше энкудов в каком-то cpp файле, тем дольше он компилится. Это небольшая агенда. Ну, первое, рассмотрим простенький «Hello World» и тулзы, которые позволяют анализировать на зависимости энкуд файлов. Ну, это GTC, Visual Studio, Qt Creator, и тулзы, которые там генерируют графики, это C-Include 2.0, Oxygen, Source Navigator, и C-P Depends with CQ-Link. Это внутренний язык запросов. Я более подробно расскажу вам. В общем, простенький «Hello World». У нас есть main файл, который инклудит хедер, который есть только одна строка, «Hello World», и для наглядности был еще подключен файл и ресурс. «Hello World» просто выводит строку, которая находится в ресурс-файле. Вот она. Ну и, типа, и само значение этой строки. Это все было сделано чисто для наглядности этих всех зависимостей. Первая туза — это GDC. В GDC есть такой параметр, называется, ну, где используется 2M. Он показывает зависимость, и он показывает, какие хедеры используются при компиляции вот этого cp-файла. 2M — это означает, что он не показывает системные файлы, только те, которые в проекте. Ну и если хочется увидеть в таком более иерархическом виде, есть такой аргумент, называется, без H. И он показывает все зависимости в иерархическом, но есть один минус в том, что он показывает и системные инклуды тоже. Ну, можно там всяким тузам отфильтровать, если они не нужны. То же самое есть и для Visual Studio. Нужно в property проекта добавить флаг, еще в includes, и когда идет перекомпиляция cp-файла, то он выводит тоже подобно, как GDC в иерархическом виде, включая системные файлы тоже. Лично я очень часто пользуюсь в Qt-креаторе. Можно выбирать файл и показать ценность зависимости. Допустим, у нас есть вот этот файл Hello World, и какие файлы его откуда, и какие файлы он откуда. Почему я этим часто пользуюсь? Потому что в основном я в Qt-креаторе работаю, и когда там поправили инфайл, смотрю, очень долго компилиться, то сразу можно открыть и посмотреть. Но Qt-креатор это не единственная идея. Есть также и в Eclipse. Тоже можно посмотреть такое дерево инклудов. Ну, это все идея. А если нам нужно какую-нибудь тузу либо сгенкурировать какой-то график. Для этого есть такой скрипт, который написан на Perl. и он генерирует график в таком формате Graphics. И также, когда при генерации графика он указывает, какие файлы я не нашел. Допустим, я не хочу введить в график вот такие хедеры, я не указывал include path для этих файлов. Ну, и это все он генерируется в форматы для Graphics, и можно тузу из сконжектировать в PNG, либо в SAG. Честно, я пробовал для большого проекта, то в SAG намного проще. Ну, и видим, что он для всех файлов показал, какую зависимость. То есть вот наш main, вот у нас cpp, вот у нас хедер, в котором есть функция, которая include файл со строкой, и этот cpp файл includes ту же строку. Тоже довольно удобная штука. Ну, и лично моя рекомендация, не нужно прям вес проекта анализировать, а там выбирать какие-то модули либо какие-то части. Там в этой тузе можно указать фильтры, какие включать, какие не включать файлы, потому что для большого проекта вот может быть вот такая вот паутина. Это я взял с документацией, которая была к этой тузе. Они проводили пример к xmore2z. Ну, и вот на этом графике видно, что очень часто includes один файл, вот файл, тут еще есть какие-то зависимости. Ну, и можно, если это проблема в компиляции, они очень огромные, то можно как-то их парафактуры как-то комментировать. Компиляция и инкрементальную сборку тоже. Также есть доксигент при генерации при генерации документации. Тоже можно указать, чтобы генерировался вот такой вот график. Ну, и очень useful туза, это называется source navigator. Сейчас я его покажу. Вот так она выглядит. Тут нажимаем новый проект и нужно, допустим, указать директору его, где хранится, ну, и сам файл, как там будет храниться настройка для вот этой тузе. и, допустим, мы выбираем вот этот main файл и нажимаем построить. И он здесь отображает тот техедр, который инклудит этот файл. Ну, и дальше мы можем построить график пирот, который этот файл инклудит. Ну, и также те файлы, которые инклудит этот файл. Ну, то же самое для ресурса можно пиротрафик назад. Очень удобный туза, потому что там просто генерируешь графики и всегда это очень удобно, хочется так показать. Ну, есть еще одна очень useful туза, называется CppDependent. Она позволяет строить огромное множество графиков между проектами, между namespace, типами, вызовом и так далее. Но есть один минус, она не имеет строительства графики между input файлами. И почему я сюда включил иногда, когда анализируются хедеры, хочется понять, этот класс где-то вообще вызывается или кто-то его используется. Иногда бывают такие хедеры, которые инклудятся в какой-то класс, а по факту этот класс нигде не вызывается. Ну и в этот УЗМ есть такой встроенный можно сказать язык запроса, который называется CQ-Link. Он немножко напоминает SQL. То есть select, tov и так далее. И он позволяет строить такие множественные запросы, можно узнать, кто наследуется от этого класса и построит график. Если это очень интересно, то ему более подробно рассказать какие-то есть возможности. В основном это используется для создания своих кастомных правил. типа там есть функция больше 30 строк, он делает график, сделает форнинг или что-то типа такого. Но есть еще минус от УЗМ то, что она платная. Но можно зарекрасить триал на 14 дней. В принципе у меня все. Если кто-то использует какие-то еще УЗМ очень буду рад услышать. Может у кого-то какие-то есть вопросы? Есть вопрос какие из этих тузов требуют собственно сборки проекта. А именно сборка проекта или сборка самых тузов? Нет самого проекта. Ну то есть я так понял что-то из этого парсит файлы обычной а что-то как бы рассчитывает на информацию которая у нас из компилятора берется. Ну как бы сейчас курсор ну это компилятор который компилит сам source а созданы это статические анализаторы кроме cpdpn там можно указать как build event и он во время сборки будет генерировать статистику типа как где-то делает то есть они как бы привязываются к твоему компилятору ну да но этот компилятор он ну это туза значит изначально была на винду я попробовал на линукс но такое там не весь функционал есть поэтому он подхватывается под visual студийский event как сделать как делать первая студия тоже типа подхватывает под build event хорошо спасибо если вопросов нет спасибо за внимание несколько будут вопросы позже можете мне писать